Алексей Павлов сотрудник Волжско-Камского заповедника, уже давно изучает змей. Его гадюки кусали уже шесть раз. В этом году, по сравнению с прошлым, количество покусанных гадюкой выросло более чем в три раза. По словам экспертов, первым делом после укуса необходимо отсосать яд и выплюнуть его. Возможности оперативно вызвать врача. Алексей рассказал свой первый опыт. Самый первый раз был тяжелый достаточно, но в течение четырех суток я восстановился полностью. То есть первое ощущение после укуса – это сильная боль, напоминающая нарыв в месте укуса, которая длится где-то 20-30 минут потом. В силу того, что яд имеет также компоненты, которые воздействуют на нервную систему, это ощущение прекращается и начинается отек. Гадюки не живут в людных местах, но если вы любите гулять по лесу, то лучше знать змей, как говорится, в лицо и основные правила безопасности при встрече с ними. Вот это вот тоже так называемая криптическая или цветная форма обыкновенной гадюки, которая также населяет нашу республику. Видите, у нее такой светло-коричневый фон. Этот фон иногда бывает светлее, темнее, вплоть до черного или полностью до белого. У гадюки очень острые, но короткие зубы, поэтому, когда гуляете по лесу, ни в коем случае нельзя одевать шорты или сандалии, а нужно носить просторные, плотные штаны и, конечно, смотреть под ноги. Бывает, что змеи прячутся под корягами. Алексей рассказал, как именно нужно ходить по лежащим деревьям. Она вас не видит, вы ее не видите. Вы ставите ногу, она рефлекторно вас кусает, поэтому прежде чем переступить, надо заглянуть или обойти с другой стороны, или встать так вот сверху. Тогда она стронется, уползет, и вы можете спокойно идти дальше. Гадюка занесена в Красную книгу. Если ее убить, то придется заплатить штраф. Если встретите гадюку, трогать ее не надо, тем более убивать. Питаются они мышевидными грызунами, которые переносят много разных болезней, да еще к тому же уничтожают наш урожай. Данила Григорьев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».